Эпиграф. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире Эпиграф. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 22 мая, 16.00 по московскому времени. Ждете ли вы понедельник, и как жду их я? Я вот их просто не могу дождаться, когда мы с вами можем поговорить об интересных книгах. Сегодня вообще передачи фактически, которые заказали наши радиослушатели, не мог я не пойти у них на поводу. Ну, в конце концов, для радиослушателей-то мы все это и делаем. Так, в эфире передача Эпиграф. Это передача о книгах вашего отца по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые книга оказывает на наш мир. Сегодня в студии на Радио Телос автор и ведущий этой передачи Игорь Попов. И у меня в гостях руководитель направления переводной женской прозы, редакция жанра издательства ИСТ, Ирина Архарова. Здравствуйте, Ирина. Добрый день, Игорь. Спасибо, что позвали. Да, я очень рад. Наконец-таки. Вот будете меня просвещать непросвещенного, я-то в жанровой литературе разбираюсь сложно. И когда меня спросят, что такое жанровая литература, я начинаю там судорожно вспоминать и говорить что-то про фантастику, которую читал. Ну, читал я ее и в детстве, и в молодости. И сейчас периодически «Есть грешок» почитываю. Кто-нибудь без греха. Да. Ну, там какой-нибудь Канан Дуэль, да, там Честертон, Агату Кристи. Агата Кристи, кстати, с Агатой Кристи вообще отдельная песня у меня связана. Она меня все время, я заболел очень сильно гриппом в школе. Я помню, как вот, значит, Месье Пуару меня просто спасал. Это такая целая стопка. Я вас понимаю, да. Я тоже любила в детстве читать детективные романы, еще любила смотреть экранизации и сравнивать, что это похоже или не похоже. И, соответственно, это немного, наверное, и повлияло на мою дальнейшую профессию, чем я сейчас и занимаюсь. Вот, это замечательно. Меня, например, до сих пор любимый Эрикюль Пуару, это не Дэвид Суши, а Питер Устинов почему-то. Вот как-то так получилось. Я с вами не соглашусь. Ну, тут не могу, даже не буду настаивать, вы знаете. Я не специалист. Ну да, в суде не спорят. Да, и уж тем паче не специалист в, скажем, в кино. Я, в общем-то, любитель. Ну, мы сегодня, как вы, дорогие друзья, как вы поняли, мы будем говорить о жанровой литературе. Вы много нас спрашивали, укоряли нас с моим соведущим Олегом Комараковым, что мы мало говорим о жанровой литературе. Вот, пожалуйста, вам целую передачу о жанровой литературе. И, соответственно, мы продолжаем оправдывать высокое звание Османа по современной литературе. И сегодня, как вы понимаете, будем говорить не просто о жанровой литературе, но и о книгах, которые выпускает целая редакция издательства СТ, редакция жанра. Вот поговорим о самых горячих новинках. Вообще, скажу вам честно, признаюсь, стыдно. Краснее, да, мочек ушей практически. Но большинство из них, кроме отдельных, я фактически и не знал даже, и именований не понимал и не слышал. Вот так. Так что сегодня действительно такой просветительский будет у нас час. И вот в традиционной рубрике у нас книгомания будет, кстати сказать, наш эксперт из Санкт-Петербурга, Людмила Александрова. И она нам расскажет, вот вы даже не поверите, ну о жанровой литературе. Интересно послушать. Да, все складывается просто, как говорится, все складывается именно так, что мы сегодня поговорили. Ну, для начала просто мне хотелось бы задать первый вопрос моей гости. Чем занимаются ваши редакции, какие книги вы выпускаете? Ну, конкретно... Я расскажу в двух словах историю возникновения редакции жанра. Пять лет тому назад в свете разных событий три больших редакции. Редакция Марии Сергеевой, которая сейчас Мария Куруняна, моя редакция, Столу Ирина Архарова и редакция Ларисы Захаровой объединились в одну большую издательскую группу, которую мы назвали «Редакция жанра». В свете вот всех вот этого вот объединения у нас несколько направлений. У нас есть направление фантастики и спецпроектов, которые выпускают Сергея Тармышева, Дмитрия Глуховского, Бориса Акунина, Наталью Терентьеву и так далее. И современных фантастов, которых мы, может быть, даже, если не читаете фантастику и не знаете, есть разные проекты. Это моё проекты «Метро» и «Сталкер» и так далее. Есть ещё в нашей же редакции остросюжетное направление, которое возглавляет Лариса Алексеевна Захарова. Она же и выпускает и современную взрослую литературу, того же Павла Санаева, Сергея Минаева выпускала, Полину Дашкову, как бы ещё не забыть, Михаила Марта, Ларису Соболеву, то есть современных авторов, пишущих как в остросюжетное, так и просто на современную тему. И есть направление, которое такое объединённое, которое возглавляю я, это приводная женская проза, хотя, честно говоря, не совсем женская. У нас есть, мы же выпускаем Данила Аркадьевича Корецкого. Он тоже в женской прозе существует? Ну, понимаете, мы в одной редакции. Мы просто вот как-то так вот исторически сложилось. И мы же выпускаем Елену Михалкову, Наталью Андрееву, Екатерину Вильмонт, это же взрослую. Вот, вспомнил, вот это знакомая фамилия. Да, Екатерина. Всё-таки не всё у меня потеряно. И переводные романы, которые, по большому счёту, мы занимаемся последние, наверное, года четыре вплотную. Это у нас и Анна Гавальда, и Паула Каэлли, и Януш Леон Вишневский, которые мы практически уже не считаем польским писателем. А прописка в Москве-то у него есть, нет? Нет ещё. Ну, надо, надо. Всё, репардиеты дали в Грозному, а ему-то что, в Москве? Ну, вот да, я думаю, что это будет, наверное, следующий шаг, когда Януш приедет и будет жить в Москве, потому что мы его очень сильно любим, и постоянно ждём любого его визита в Россию. И, соответственно, мы стали ещё и заниматься переводной, вот именно жанровой. Это как любовные романы, так и детективные романы, остросюжетные. И, соответственно, у нас есть ещё и мемуарная литература, серия такая биографии выдающихся людей. И года три тому назад у нас появилась серия, о которой мы там с вами немножко попозже поговорим, так называемая «Шорт-лист», когда мы сделали такой вот шаг в сторону немножко интеллектуальной литературы. То есть мы такие всеядные. Мы редакция, которая выпускает книги для всех. Мы коммерческая развлекательная редакция. Как прекрасно это слышать, потому что, в общем-то, в детстве ты не задумываешься о всех этих сентенциях. У тебя соседствует Достоевский, легко может соседствовать с Канандуэлем. Да, именно так. Ты, в общем-то, да, и читаешь там какую-нибудь Евгения Виллистова спокойно себе и не думаешь, литература это или нет. Ты просто погружаешься в приключения. Да, в том-то и дело, что мы просто когда так вот образовывались, по большому счёту мы задумывались над тем, кто наш читатель. Наш читатель может быть как и студент, ну, я имею в виду то, что уже получивший только-только высшее образование. То есть взрослый человек, который сам для себя определяет, что ему интересно. Ему сегодня может быть интересен детектив, завтра может быть интересна фантастика. Я понимаю, что я так утри... Вы понимаете, что я утри и какие-то вещи смешиваю, возможно, несовместимо. И, может быть, кому-то будет интересно и чья-то биография. Так мы попробовали, выпустили Алекса Фергюсона. Я понимаю, что фанаты на 90% всё-таки людей, которые купили изначально книгу о Фергюсоне, они были фанатами, увлекающимися всё-таки футболом. Но выход дальнейший в этой серии книг, это у нас Луи Ван Галл, а сейчас совсем недавно у нас вышли беседы с Маккартни, ведёт нас к тому, что людям интересно читать ещё и биографии людей. Люди дали определённый такой вот толчок к тому, что нужно, наверное, свою жизнь сравнивать, либо что-то черпать из людей, которые повлияли на их мировоззрение. Вот хотелось задать продукционный вопрос, но не буду. Я думаю, что мы в процессе обсуждения книг ответим на этот вопрос, чем интересен жанр. И вот хотел там защитить жанровую литературу. Давайте-ка лучше сами авторы будут защищать жанровую литературу. Мне кажется, это лучше получится даже у них, чем у нас с вами. И опять же, дорогие друзья, я напоминаю о том, что во время прямого эфира мы разыграем книги, и будьте... Слушайте, ну такая уникальная суть. Если бы мне, например, лет в 20 сказали, что можно бесплатно получить, просто прослушав прямой эфир и что-то там, выполнив какие-то условия, получить бесплатно замечательную книгу. А я вам скажу по секрету, у меня вот стопочка только три книжки лежит рядом, потому что мы о них будем говорить сегодня. Наш сундучок Флинта, который вы видели у нас в соцсетях, я рассказывал, он сильно пополнился сегодня. Прямо вот... Прямо сильно даже нельзя сказать. Он фактически ломится у нас сегодня от книг, и книг очень интересных. Поэтому сегодня в нашей книжной викторине будет разыгрываться книги издательства ИСТ, в частности, редакции жанра. И за самый интересный оригинальный вопрос победитель получит подарок, великолепную книгу от издательства ИСТ. И здесь как раз уместно сказать о том, что там как психологические триллеры, так и детективы, так и... Ну, вот очень-очень разнообразные книги. Так что, друзья, дорогие, участвуйте. Вы можете также нам написать через сайт teos.fm и задавайте свои вопросы. Начну я, пожалуй, что с новинки. Я выбрал три новинки. Вот, и когда я представил, то есть мне Ирина прислала целый список книг, о которых можно поговорить о новинках, я выбрал три новинки. И был вопрос, почему? И вот я выбрал три, а у Ирины свои варианты будут. Ну, так как я все-таки на данном моменте такой в данный момент диктатор и фактически с диктаторским понамочием и ведущим, наверное, будем говорить о том, что я выбрал, и потом я буду давать. А я потом еще расскажу о других книгах. Да, да. Хорошо. Ну, начнем мы с моего... Честно скажу, начну, естественно, с интеллектуального чтения, потому что это вот то, что я читаю. И вот у меня такая перед глазами буквально в руках держу замечательную книгу Хенрика Ипсена. Это норвежский драматург. Не просто норвежский драматург. Драматург, который очень хорошо любимый в России. Если говорить о том, как к нему относились к России, я могу просто назвать, что одни из переводчиков Ипсена в России, это, например, Юргис Бултрушайтис, совершенно замечательный поэт Серебряного века, символист великолепный и умный, и Константин Бальмонт, например. Вот хотя бы так. А вот эта книга все-таки не совсем обычная, потому что, во-первых, это новый перевод, и здесь, я так понимаю, что это только первая книга. Это первая книга, да. Вот я предоставляю слово Ирине. Вот расскажите про эту книгу. Книга называется «Вернувшаяся», и в ней три пьесы «Столпы общества», «Кукольный дом» и «Привидения». Расскажите о ней. Я начну немножко издалека. Где-то почти год тому назад я услышала такую вещь, что Ипсеновский культурный центр затеял такую очень интересную мировую программу. Они решили, что Ипсена стоит перевести заново, на, по-моему, восемь языков, куда и попал русский язык. Это Ипсен в переводе называется, да, эта программа? Ипсен в переводе, да. И я услышала о том, что Ольга Дробот занимается переводом Ипсена. Кто такая Ольга Дробот, я думаю, рассказывать не надо. Все прекрасно знают, все читают ее переводы, куча интересных и детских. В том числе и норвежских авторов. Большей частью это все-таки норвежских авторов. И услышав об этом, я так порадовалась. Радовалась замечательного. Учитывая, что Ипсена переводили до этого очень давно, еще в прошлом веке, все-таки. С одной стороны, я отношусь немножко так с настороженностью к новым переводам. Как-то старые, проверенные, со школы еще или из института известные книги. Не хотелось бы читать. Зачем? Я это уже и так знаю. Зачем мне новый перевод? Но я помню, когда я еще в институте читала Ипсена, все-таки как-то цеплялись какие-то выражения, какие-то слова, немножко какое-то было устаревшее. А тут мне еще рассказали, что Ипсоновский культурный центр занимается сбором буквально переводчиков и активным обсуждением тех или иных моментов в пьесах и как каждый из переводчиков работает с текстом. Что это очень большая мировая культурная такая вот программа и активно помогающая современному читателю понять то, что было в прошлом или позапрошлом веке. И несколько месяцев тому назад к нам в АСТ пришли ребята из команды «Один», которые продюсируют, ребята, простите, если немножко не так называю, имперсивное шоу. Вернувшиеся по пьесе «Привидения» Ипсена. В «Дашковом переулке 5» в особняке происходит вот эта вот ходилка-бродилка, интересный спектакль, они пригласили посмотреть, что это такое. И не зная текст, первое впечатление, что ты понимаешь какой-то сумасшедший дом. В этом шоу идет не спектакль с начала до конца, идет постоянное движение всех актеров, всего действия. Ты в разных концах этого же особняка видишь разные сцены, одновременно можешь это все увидеть и в течение нескольких часов. Стало очень интересно, почему они решили к этому вернуться. Встретившись с ребятами, они рассказали, что Ипсена ставят, но ставят не так, как хотелось бы, и им интересна вот такая новая форма. И почему бы нам совместно, издательству и модному театру, мы так и назвали эту серию модный театр, придумать проект, они возьмут новые переводы, они уже к тому моменту были знакомы с Ольгой Дробот, и поставят спектакль, который сейчас уже перейдет в Питер, будет там это шоу, будет постановка этого шоу, и нам выпустить новый перевод, новый перевод Ипсена. Ипсен современен, для нас Ипсен это то же самое, как Островский, как Чехов, мне понравилось, как на презентация нашего же проекта, вот этой вот выхода первой книги, посол Норвегии в России сказал такую вещь, для нас Ипсен это как для вас пушкин, на самом деле, если задуматься, так оно и есть, да, он поднимает те темы, которые всегда были интересны и будут это интересно современному читателю. На самом деле Ипсен, это действительно пушкин, потому что Ипсен фактически, ну, было два драматурга, которых, об одном из которых практически мы сегодня ничего не знаем в России, да, это Бьернсон, уряд Нобелевской премии, Ипсена вначале номинировали вместе с Бьернсеном, но Бьернсон был такой, он сварлил его нрава был, он сказал, что если им дадут вдвоем, он ее отдаст Ипсену, поэтому решили не рисковать, отдали сначала Бьернсон, но Бьернсон это автор слов гимна Норвегии, очень красивый, кстати, сказать гимн, вот, но Ипсена мы знаем лучше, действительно, почему? Потому что, ну, во-первых, именно благодаря Ипсену, почему Пушкин? Именно благодаря Ипсену мы знаем современный литературный норвежский язык, да, он огромный, ну, сделал для того, чтобы огромный вклад внес в формирование современную литературу норвежского языка, потому что тогда все писали на датском, долгое время она была под протекторатом Дании, да, часть датского королевства, и только в 1906 году, если не ошибаюсь, получила, да, получила независимость полную, да, сначала парламент, потом уже независимость. Ипсен как раз сделал, и вот это, кстати, очень хорошо, что вы сказали о переводе, потому что я лично считаю, что Ипсен это как раз тот драматур, который нужно постоянно переводить, что, собственно, делают во всем мире, мне кажется, то есть его постоянно переводят. Кстати, скажите, не только в Норвегии, например, постоянно переводят. Чехова, да, Толстого, Достоевского, Булгакова постоянно переводят на... то есть постоянно его актуализируют этих авторов. Мне кажется, Ипсен, как никакой другой автор, как никакой другой драматург, он нуждается в актуализации, потому что он очень... Совершенно с вами согласен. Да, динамичный, да, драматург. И я вообще очень сложно отношусь к драматургии в том плане, что я лучше пойду в театр и буду смотреть, чем читать, да. Но Ипсен тот редкий драматург, которого я читал, которого я люблю как драматурга, да. Вот, и мы пока выпустили только первый том. Если все будет хорошо, к нон-фикшену в литературных среде знают, что это такое, это ярмарка, которая проходит в конце ноября, в начале декабря на Крымском валу. Мы выпустим, если будет все хорошо, второй том. И на следующий год, где-нибудь весной ближе к лету, наверное, третий. Но это пока планы-планы, посмотрим, что будет дальше. Пока мы выпустили только первый том. И совсем недавно буквально попал в книжные магазины, в крупные, наверное, московские, питерские в последние числах апреля, а во все остальные, соответственно, вот только-только сейчас. Ну что ж, о моем номинанте мы довольно пространно поговорили. А теперь вот ваша очередь, Ирина. Ваш номинант. У нас есть такая серия Short List. Практически три года тому назад у нас с помощью переводчика, у нас есть такой переводчик Атия Ирина, она буквально нас замучила одной книгой Рутазеки, которая у нас вышла под названием «Моя рыба будет жить» на дословном переводе «Сказание о временном существе». С тем, что, ребята, посмотрите, это замечательная книга. Да, у нее есть куча номинаций, но она почему-то на российский рынок не пришла. Я прочитала эту книгу на языке, это я цитирую Катю, меня эта книга зацепила, прочитайте и вы. Ну, сначала мы отпихивались-отпихивались, ну, как обычно, мы не знаем, давай еще посмотрим, давай сделай кусочек, давай еще что-то. А потом у меня был такой редактор, к сожалению, уже, которого нет в живых, Ольга Познеева, она разделила с Катей вот этот вот фанатизм этой книги, и мы придумали, почему бы нет, почему бы не выпустить вот такую книгу, и позвали для оформления Кати Блявского. Есть такая художница, замечательная, буквально с наших слов придумала эту обложку, и придумали мы, соответственно, эту серию. Книги, которые не отпускают. Почему шорт-лист? Это не обязательно номинация. Номинация в ту или иную литературную премию – это хорошо, потому что общественности об этом говорят, специалисты об этом говорят. Но мы же знаем кучу книг, вышедших или получивших, вышедших там в короткие списки, либо уже ставшими лауреатами, которые бы для массового читателя, мы все-таки массовая редакция, занимающаяся изданием книг для массового читателя, для всех, оказывается, просто проходит незаметно. И мы стали подбирать книги, которые мы бы рекомендовали буквально соседу, тому, кто читает, может быть, Водолазкина, либо же там всех наших крупных интеллектуальных авторов, но при этом не всегда разделяют их точку зрения, им хочется что-нибудь, может быть, проще, может быть, то, что просто оставит какой-то след. И мы стали подбирать буквально в этот список авторов, именно переводимых на русский язык. Пока мы занимались подбором других, ну, как бы, следующих книг, мы успели в это время переиздать Кельмана, как раз у Даниэль Кельман, «Измеряя мир», была экранизация много лет. И «Арунда Тиро» и «Бог мелочей». Да, и, соответственно, на вот... Это, я так не ошибаюсь, Букеровская премия как раз. Это Букеровская премия, да. И пока мы переиздавали, пока мы дальше нащупывали, мы еще и выбрали, соответственно, в этот же список, и «Чагиози Абиома». И «Рыбаки» тоже номинант, и, соответственно, иных. А чем интересен Роман Эв? Интересен тем, что Кельман остается буквально верен самому себе. Он смешивается в реальный мир и немножко тот мистический, подвержен такому мистическому реализму. Он пытается в простых вещах найти, может быть, то, что там есть или нет. Это уже каждый, прочитав ту или иную книгу Кельмана, для себя находит. Ну вот, дорогие друзья, вы имеете счастливую возможность задать вопрос моей гости Ирине Ахаровой и получить эту книжку как приз. Вот такой я сегодня щедрый. Представляете? Так что давайте, подключайтесь. А сейчас настало время для рубрики, нашей постоянной рубрики «Книга Мания». И, как всегда, непредсказуемая Людмила Александрова, хотя я знаю, о чем она будет говорить, вот это впервые. Людмила Александрова расскажет нам о жанровой литературе. Итак, слушаем Людмилу Александрову. Книга Мания Здравствуйте, меня зовут Людмила Александрова, и я рада сообщить вам, что по-русски выходит новый роман про одного из самых лучших вымышленных следователей в детективном мире – Харри Холли. Вы не знакомы? Зря. Старший инспектор криминальной полиции у осла Харри Холли – мрачный невротик, алкоголик с многолетним стажем, морально застрявший между добром и злом, потому что слишком долго преследовал это зло и пытался вникнуть в его мотивы. И новый роман «Жажда» – уже 11-я книга цикла о его расследованиях. После такой визитки и не хочется с ним знакомиться? Понимаю вас. Даже сам автор серии детективов о Холли – норвежский писатель, журналист, музыкант Юн Эсбио уже не раз пытался попрощаться со своим харизматичным героем. После «Полиции» – 10-го романа, вышедшего в 2013 году, Нэсбио говорил, что продолжения не будет и долго держался, но, к счастью, нарушил свое обещание. «Я всегда мысленно возвращаюсь к Харри. Он – моя родственная душа. Но эта душа мрачная. И поэтому будет, как всегда, тревожно, жутко и эмоционально тяжело. Но Харри и его история стоят бессонных ночей», – говорит писатель. Первый роман этой детективной серии «Нетопырь» вышел в Норвегии в 1997 году и стал абсолютным хитом у публики. Получил престижную премию «Стеклянный ключ» и, несмотря на низкий детективный жанр, восторженные отзывы критиков. Почему? Потому что Нэсби не любит прямолинейные сюжеты. Романы о Харри Холле завлекают, щепочут нервы и читаются с неподдельным интересом. Писатель расставляет читателю ловушки, держит напряжение, пугает. Тут и там подсвечивают незначительные детали, да так, что ты запоминаешь даже музыкальные композиции, которые звучат в том или ином романе, потому что чаще всего звучат они не случайно. Сам Харри так описывает свой детективный метод. Он заключается в том, чтобы попытаться поймать мысли, проносящиеся в мозгу, когда я в первый раз появляюсь на месте преступления. Все вроде бы незначительные выводы, которые автоматически делает мозг, когда впитывает впечатление от места, где ты оказался впервые. Эти мысли мы очень быстро забываем, потому что не успеваем сформулировать их до того, как внимание отвлекается на что-то другое. Девять из десяти таких мыслей бесполезны, но ты надеешься, что десятое что-нибудь дозначит. Крутятся эти мысли, возникают прозрения и подозрения и у самого читателя. ЮНЕСБИО никогда не оставляет его без подсказок. Другое дело, что виноват может быть каждый. Если верить писателю, за внешним благополучием у любого жителя Осла скрываются боль, ложь и жестокость. СЛОМАНЫ ВСЕ ЛИБО ДЫ ПРЕСТУПНИК, ЛИБО ЖЕРТВА ОКАЗАТЬСЯ ПОСЕРЕДИНЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО Вот цитата из романа Немезида, четвертого в цикле. Губы его расплылись в еще более теплые, чем прежде улыбки. Настоящие улыбки Дэвида Хасселхофа. И он подумал, какой хаос наступил бы в мире, если бы люди могли читать мысли друг друга. Такое простое высказывание, как зловеще звучит. Единственный выход ни на секунду не прекращать борьбы с собственными демонами. Как это и делает Харри Холли. В романах Несбио всегда холодно и тревожно. Редкие моменты спокойствия и счастья кажутся настоящей аномалией. И читатель на секундочку выдыхает. И эти секунды иногда запоминаются больше, чем вся сюжетная интрига. Вот и новый роман «Жажда» начинается с размышления о том, что существует пять основных типов пробуждений. Первое – пробуждение на работу, привычное для Харри. Второе – это одинокое пробуждение. Ты один в постели, один в жизни, один в мире. Потом идет пробуждение от страха. Затем пробуждение с мыслью «здесь кто-то есть». И, наконец, пятый вид, самый редкий в романах Несбио и в жизни его героя – пробуждение в состоянии удовлетворения. И так Харри проснулся. Пожелаем же ему хорошего дня. Потому что мы с вами точно знаем, что это ненадолго. Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира – 8800-333-1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть вайбер или ватсап, пишите нам на номер плюс 7-977-850-09-96. Вот так вот наша Людмила Александрова рассказала нам про зловещие тайны норвежского детектива. А мы продолжаем разговаривать о новинках издательства АСТ. У меня в гостях сегодня Ирина Ахарова. Она будет представлять целую редакцию жанра и представляет смело. И я бы сказал, не боясь никого. И вот как раз следующая у нас, скажем, номинация – это стрессюжетный детектив. И я выбрал книгу Алана Брэдли «Трижды пёстрый кот мяукнул». Ну, что я ещё мог выбрать-то, если я сразу же в ней учуял, не побоюсь, Вильяма нашего Шекспира. Это цитата из Макбета, конечно же. Да, да, специально. И, конечно, ещё мне, конечно, заинтересовала серия романов, потому что это серия романов. Вот один из этих романов, первый роман из этой серии, если не ошибаюсь. Да. Это ведёт расследование Флавия де Люс. Алана Брэдли, героиня этих детективных романов-подросток, вот Флавия де Люс, у неё очень интересная история. И вообще она, кроме того, что она распутывает самые неимоверные преступления, включая, и, кстати сказать, если я так понял, по аннотации и преступления, то есть и убийства, как в последнем, например, романе. Она любопытная девочка, она любит впутываться в какие-то истории. У нас события происходят в середине XX века в Англии, в поместье, уже практически разорившегося поместья. Она из семьи, где папа разорившийся аристократ, есть несколько старших сестёр и нет мамы. Мама уехала и погибла, и девочка практически предоставлена сама себе. Автор, мы когда выпускали первые книги, благодаря же как раз тоже переводчику Елены Измайловой, сейчас главному редактору издательства «Клевер», она буквально в аисте привела этого автора, и настояла на то, чтобы выпустить эти книги, сама же как раз и выпускала первую книгу, мы столкнулись с тем, что мы пытались понять, для кого это всё-таки детская или это взрослая. События происходят в семье, где девочке 12 лет, и она сама распутывает историю. Она увлекается химией, она... Да, у неё даже химическая лаборатория на чердаке где-то там. Да, она любит делать невинные шалости, как бы такие вот бяки родным сёстрам, которые старше им не до неё. Она просто привлекает к себе внимание. Она любопытная девочка, и получается так, что она случайно оказывается на месте преступления, в том месте, где она живёт. И как раз вот последняя книга «Трижды пёстрый кот мяукнул», это уже восьмая книга по счёту, рассказывает о том, что девочка, она уже учится, она учится в колледже, она возвращается на каникулы, на рождественские каникулы, знает, что что-то с папой происходит, папа заболел, её не пускают папе в больницу, и она сама себе предоставлена, ходит по поместью, по соседям, и оказывается, на месте преступления погиб человек. Он в непонятной позе, он буквально привязанный к дыбе, он распят. И он явно не живой. И почему произошло это преступление? Полиция немножко к этому относится спустя рукава, как обычно. Произошло и произошло. Кто стоит за этим преступлением? Почему оно произошло? Откуда идут все вот эти вот ниточки? 12-летняя девочка, уже ей там 12-13 лет, ей интересно. И она распутывает. Она показывает взрослым, что всё-таки нужно что-то делать. Ну, вообще, я ещё подкинул дровишек в костёр интриги. На самом деле, с Флавей и Делюзь всё не так просто. И всё, что, все те преступления, которые происходят, которые распутывают этот замечательный персонаж, они на самом деле очень, как бы, благодаря вот этим преступлениям, читатель начинает задумываться над очень важными вещами в своей жизни. Абсолютно верно, да. Да, и это не просто вот, скажем, такое развлекательное, когда вы можете... Написан он невероятно интересно, вот, невероятно интересный язык, и очень здорово, что в очень хорошем действительно переводе, потому что это как раз тот самый детектив, который нужно очень хорошо переводить, я считаю. Я ещё замечательно иллюстрирован, хвастаюсь, буквально на прошлой неделе получили, вот если посмотрите в наших соцсетях, получили хвальбу от автора, который просто записал ролик, показал все книжки, сказал большое спасибо издательству и художнику, который придумал этот образ. Мы специально смотрели, как выходит Алан Брейдли во всём мире. Он везде выходит по-разному, и большей частью это какая-то готическая девочка, у нас она совсем другая. Она, да, она такой синий чулок, но очень приятный и интересный. Ну, понравился автору. Да, понравился. Автору понравился, да. Так что вот так вот, дорогие друзья. Я, когда рассказывала, немножко отвлеклась. Мы когда думали, для кого всё-таки это взрослое или детское, выпустив первую книгу, буквально получили отзывы от читателей, что большое спасибо им, и всегда благодарна, если читатели по сути говорят, что им нравятся книги, что не нравятся они, плохо или хорошо, это проще всего всем сказать. Рассказывали свои впечатления о книге. Большей частью же вы, как папа маленькой девочки, вы покупаете книги ребёнку, вы формируете его всё-таки мировоззрение, вы считаете, что это стоит читать или нет, это не стоит читать. И зачастую первые книги Флавия де Люссо приходили в семью именно через взрослых. Взрослые каким-то образом либо привлекали, либо внешнее оформление, либо же аннотация, либо родители такой степени увлечены остросюжетно-детективной литературой, там, той же Агата Крести, они сами читают и подсовывают детям. Я знаю, что многие семьи до сих пор читают родители, потом читают вместе с детьми. Либо же дети вырастают, и уже они сами формируют своё предпочтение, и же сами просят, либо же не просят. Ну, у меня есть 15-летний гигант мысли старший, который же сама свой бук-лист составляет. Поэтому мне интересно, кстати. Я попробую подсунуть ей Флавия де Люссо и посмотреть, как у него будет впечатление. Ну, а теперь ваш номинант. О какой бы книге вы хотели ещё поговорить? А я бы хотела поговорить, коль мы всё-таки пришли к такой классической детективной литературе, я бы напомнила о том, что у нас совсем недавно, в конце весны, учитывая, что у нас лето всё никак не настанет, всё холодно и холодно, у нас вышла новая книжка Елены Михалковой «Пирог из горького миндаля». Те, кто уже видел её в книжном магазине, те, наверное, обратили внимание на таком симпатичном зайке на обложке изображения. В цилиндре. В цилиндре, да. Елена Михалкова у нас автодетективных романов, классических детективных романов. Это современные отечественные детективы. У неё есть небольшие эксперименты, когда она писала сборник рассказов «Кто убийца миссис Норридж», когда героиня в Старой Англии помогает расследовать те или иные преступления. И был такой средневековый детектив «Тайна замка Вержи». Сейчас Алена всё больше и больше пишет современные детективные романы. И вот последний, «Пирог из горького миндаля», он рассказывает о событиях, которые происходили 15 лет тому назад, об убийстве, очень сильно повлиявшем на семью. На даче летом убит один из племянников. И подозрение падает на двоюродную сестру убитого, на девочку. И все почему-то считают, что убила она, и она сама думает, что она убила. И все 15 лет после того, как произошло это событие, учитывая, что это малолетний ребёнок, она не понесла наказание, какое бы она понесла, как взрослый человек, над ней висело вот это вот преступление, буквально практически изменившее всю её жизнь. И вернувшись на эту дачу спустя 15 лет, когда она буквально стала наследницей этой дачи, какие-то моменты, какие-то предметы натолкнули её на то, что... Вот дальше не буду рассказывать, что на самом деле всё было совсем по-другому. Вот что произошло в итоге, я ещё хочу сказать, что я читаю блог в ЖЖ Елены Михалковой, она очень, кстати сказать, очень интересный блогер. Да, она ещё как блогера, известная как Эллина Коннор, и у нас совсем недавно вышел сборник её ЖЖ-шных рассказов, как мы это называем, о людях, как так. Да, он, кстати, очень-очень интересный, я его тоже читаю, вот если уж говорить, ну, я знаю, что такое жанр литературы, я читаю блог Елены Михалковой, Ну что ж, дорогие друзья, подключайтесь к нам, у нас совсем немного времени, и я думаю, что мы не будем сейчас там просто прерываться, да, а сразу же продолжим дальше. И третья книга в моём шорт-листе личном, это психологический роман, психологический триллер, и я выбрал роман очень интересного автора под таким загадочным для меня псевдонима Джей Пи Дилейни предшественница. Но вот я сейчас тоже предоставлю слово Ирине, но скажу, почему я его выбрал. Ну, банально, я читаю обзоры Галины Языфович на «Медузе», и она удостоила вот отдельного внимания этот роман. Мы попали в пятёрку, неожиданно для себя, но мы попали в пятёрку, чему очень сильно были рады. Да, и действительно очень интересно, но я могу подогреть ещё интерес радиослушателей к этой книге, потому что это псевдоним, и издатели намекают на то, что вот этого автора все очень хорошо знают, и прошла такая, я думаю, что, может, издатели это всё там запустили, что, мол, якобы это Джоан Роулинг, и очередной псевдоним Джоан Роулинг. Знаете, Игорь, я даже раскрою, наверное, небольшую тайну. Я тоже не знаю. И агент, через который мы покупали, соответственно, права на российский рынок, он тоже держит это в секрете. Ну, понятно. Это же интрига, на которой... Интрига, да, интрига. Это первый роман автора вот под этим псевдонимом. Есть автор тот же, под этим же именем, выпускающий книги. Джозеф, да? Джозеф Делэйни, да. Но, насколько я знаю, это всё-таки не он. Это не он. И мы даже не знаем, мужчина это или женщина, но учитывая, что всё-таки рассказ идёт от женского лица, всё, может быть, и женщина. Хотя у нас много книг... Любят они поиграть нашими нервами, да, и поэтому мы, может, скажем, что это вот... А вдруг это вообще, не знаю, может быть, да, может быть, совсем другой человек. Вот очень известный мужчина, например. Но это не единственная книга. На мировом рынке книга вышла в конце января, по-моему, 24-25 января, и, наконец-то, она всё-таки дошла и до нас. Мы немножко ждали пока успех мировой. А чем вот интересна предшественница? А предшественница она интересна тем, что идёт рассказ о двух женщинах, оказавшихся в одной... Вчера и сейчас, да, там два таких, два временных пласта. Да, вчера и сейчас, два временных пласта. Идёт такой вот детективный... О, господи, не детективный, такой дневниковый рассказ, когда мы узнаём о том, что героиня тогда же, несколько лет тому назад, оказывается в дизайнерской квартире, куда она не могла никаким образом попасть, кроме как сам хозяин этой квартиры проводит кастинг из возможных жильцов, прошла кучу тестов, и что-то с героиней происходит. Дикие анкеты там заполнять надо. Дикие анкеты заполняла, да. И квартира очень интересная, это умный дом, ей приходится вместе со своим же другом в этой квартире выполнять ряд условий, нельзя разбрасывать вещи, нельзя переставлять мебель, нужно держать в определённом порядке какие-то там предметы, обязательно приходят в указанное время, убирают в этой квартире. Нельзя, вплоть до того, что даже героине было интересно, узнать, кто жил до этого, и что из себя представляет хозяин этой квартиры. Но это тоже невозможно, это можно сделать в любом месте, но не в этом доме. Это навевает на определённые такие вот мысли. И при этом мы ещё узнаём о том, что героиня совсем не простая девушка, что она переехала в эту квартиру не просто так, что у неё есть за плечами какое-то событие, которое почему-то её пугает, почему-то она ходит к психологу, почему-то она не хочет, чтобы в этой истории, которая вот произошла, разбирались, она что-то скрывает там. То есть свой скелет в шкафу. Свой скелет в шкафу, да. И мы узнаём ещё параллельно о том, что спустя несколько лет уже после того, как эта вот девушка вместе с молодым человеком жила в этой квартире, то есть это то, что было вчера, есть ещё и сегодня, что молодая женщина оказывается в этой квартире, и она периодически получает цветы на пороге. Что это? Что-то случилось. Вот, а что случилось, читайте в романе. У нас совсем мало времени, 4 минуты осталось, и я не могу не предоставить слово, ещё раз слово Ирине, вот она ещё, может быть, о своих номинантах расскажет. А я в двух словах расскажу о том, что поскольку сегодня мы говорили о том, что НСБО выпустил новый роман, и российский рынок знает, наверное, всё-таки не только НСБО, у нас есть такой Сэмюэль Бьёрк, мы выпускали книгу «Я путешествую одна» и совсем недавно выпустили «Сову». А буквально позавчера в субботу на Дне Норвегии в прямом эфире через скайп с автором мы узнали, что автор дописывает и третью книгу. Что, глядишь, и где-нибудь в конце года, но я думаю, что всё-таки в начале 2018 года мы получим и третью книгу, и наконец-то выпустим, и автор приедет к нам. Кроме того, если продолжать скандинавскую тематику, у нас совсем недавно вышла книга «На льду» Камилы Гребе, это шведский автор, пишущий как раз вот в жанре психологического триллера, когда героиня оказывается, немножко приоткрою тайну, оказывается как и жертвой, так и преступник. О как! Да. По отношению к себе. По отношению к себе и вообще к окружающим. То есть до конца, читая эту книгу, до конца не понимаешь, кто она, жертва, или же всё-таки она тот маньяк. Ну вот, чтобы понять это... Чтобы понять, это надо... Это роман её называется... Называется «На льду». Камилы Гребе «На льду», совсем недавно вышедший. А если говорить о планах, что у нас будет в ближайшие полгода, всё-таки мы быстро живём, у нас выйдет новый роман Лапидуса. Мы сейчас переводим. Мы его перевели, и вот буквально сейчас с удовольствием читаю. На российском рынке он известный, автор «Шальных денег» вип-зала. У нас будет третий роман. Наверное, так и будет называться. «Стальгомедлид». Ещё пока думаем в переводе Сергея Штерна. Вот сейчас идёт редакторская работа. Это у нас серия «Мастера Асаспенса». Есть ещё серия «Место преступления», совсем недавно у нас вышедший. Вышла новая книжка Хорста, «Закрыто на зиму». Здесь идёт расследование преступлений. В предыдущих книгах «Мастера Асаспенса» во главе угла само преступление, сам Асаспенс, сами маньяки. Интересно, что вокруг них и как это происходит в духе НСБ. Ну да, да. Вполне себе так. А место преступления здесь именно расследование. Здесь расследование, и совсем недавно у нас вышла книга Ханса Руссенфельда и Микаэла Юрта «Ученик». Это создатели сериала «Мост». Те, кто любят, читайте. Да, кто любит такие атмосферные норвежские сериалы, то тому интересно будет. А в серии «Шортлист» у нас сейчас вот вышел Кельман с романом «Ф». Мы в следующем квартале выпустим в этой же серии Чигиозиобиома «Рыбаки». Я надеюсь и очень стремлюсь к тому, что осенью у нас выйдет вегетарианка «Ханган». А пока мы будем готовить вегетарианку, мы с разрешения наших любимых соседей редакции «Мэнстрима» выпустим еще «Океан в конце дороги» Нила Геймана. Отлично. В общем, на лето есть что нам почитать. Однозначно. Спасибо большое, Ирина, что вы пришли к сегодня и уделили время свое драгоценное. Буду всегда рад видеть вас в передаче о книгах «Эпиграф». И до встречи в эфире на радио ТЭОС. Спасибо, зовите. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова